Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин с уверенным видом записывает очередное видеообращение. В этот раз он рассказывает о неутешительном решении российского Минобороны. Вербовка заключенных приостановлена. И сетует на отечественную бюрократию, мол, если бы не она, захват украинских земель происходил бы намного быстрее. Бодрые заявления преступника сменились жалобами, утверждают эксперты. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК Вагнера на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали. К огорчению Пригожина его носки, похоже, так и останутся грязными. Политические амбиции главы ЧВК привели к постепенному отстранению от дел, сообщают эксперты. И запрет на вербовку вагнеровцев в тюрьмах только начало. Так называемый повар Путина много месяцев был одной из главных медийных звезд этой войны. Медийная деятельность Пригожина была достаточно наращитой. И в ней он пытался демонстрировать, что он чуть ли не главный человек в этой войне. И скоро только он будет решать судьбы людей. Однако, с точки зрения аппаратного веса, позиции Пригожина были шаткими еще тогда, когда он сталкивался в противостоянии с действительно аппаратными, весомоаппаратными фигурами. Как-то у него ничего не выходило. При этом, по информации СМИ, лидер вагнеровцев настолько поверил в себя, что даже публично дискредитирует Минобороны. К примеру, в той же рекламе группы Вагнера утверждая, что служить там намного выгоднее, чем в армии России. До недавнего времени бизнесмана спасало то, что он оказался выгоден Кремлю, убеждены аналитики. В определенный момент его солдаты смогли остановить обвал фронта, перетянув на себя внимание украинских сил. Но в какой-то момент Пригожин заигрался. Когда он перестал демонстрировать эффективность, по крайней мере, когда перестало получаться то, что он обещал Владимиру Путину, его позиции резко ухудшились. И действительно, группа Вагнера могла довольно эффективно, с точки зрения путинского режима, решать локальные задачи. В ЦАР, в Сирии и еще по нескольким направлениям. Однако Пригожин замахнулся на то, что теперь он не просто руководитель небольшой структуры, относительно небольшой структуры, а настоящий военно-начальник. Желая продемонстрировать мощь Вагнера и выслужиться перед Путиным, Пригожин потерял тысячи наемников в попытке захватить Солидар. Не самую важную точку этой войны, как полагают эксперты. На этом фоне государственная пропаганда вдруг перестала петь повару Путина хвалебные оды. А его дружба с Рамзаном Кадыровым дала трещину, пишет Американский институт изучения войны. Более того, обязанность набора заключенных забрала себе Минобороны. Аналитики уверены, в Кремле осознали, что фигура Пригожина совсем не является незаменимой, а секрет успехов Вагнера в бесплатном тюремном пушечном мясе. По мнению специалистов правозащитного проекта «ГУЛАГУ-нет», причиной заката звезды Евгения Пригожина может быть также заговор против главы Минобороны России Сергея Шойгов, который, возможно, планировал Пригожин.